Ну а теперь давайте посмотрим на еще одну интересную особенность поведения абсолютных и фиксированных элементов. Вам уже известно, что по умолчанию все блочные элементы растягиваются на всю доступную ширину. То есть если я сейчас для моих полосок уберу задание фиксированной ширины, они растягиваются на всю ширину моего контента. Но если я какому-то из моих блоков задам сейчас position absolute, в этом случае вы видите, что он совершенно пропал. Возникает вопрос, куда он делся? Давайте зададим ему, например, ширину в 20 пикселей. И мы сразу его увидим. Он у нас располагается на своем законном месте, просто его ширина была нулевой. То есть оказывается, что абсолютно спозиционированный элемент не растягивается на всю доступную ширину, а ведет себя как инлайн-блочный, то есть занимает минимально необходимое место по ширине. Давайте это проверим, введя сюда какой-то контент. Я убираю ширину 20 пикселей и оставляю только контент. И мы видим, что мой элемент растягивается только до минимально необходимого размера. То же самое будет верно и для фиксированного элемента. Я пишу fixed и я вижу, что мой элемент располагается там же, где и раньше и занимает минимально необходимый размер. Если я уберу контент, то он совсем пропадет, поскольку теперь у него просто нулевая ширина. Давайте пока зададим ему какую-то фиксированную ширину, например 50 пикселей. Ну а теперь представим, что я хочу закрепить этот элемент вверху страницы. Для этого я пишу здесь топ 0. И обратите внимание, что он прилип к верхнему краю, но не к левому. Почему так? Дело в том, что я же не задавал ему координату left, поэтому по горизонтали он сейчас размещается на своей стартовой координате. Чтобы он прилип к левому краю, я установлю здесь left 0. И теперь мой элемент располагается в левом верхнем углу. Если я хочу, чтобы мой элемент растянулся на всю доступную ширину, я могу установить ему ширину в 100%. Давайте посмотрим, как это сработает. Обратите внимание, что сейчас 100% вычисляются относительно размера окна, а не относительно его родителя в документе. То есть не относительно размера в баде, тогда вот это была бы ширина такая же, как и у зеленого блока, а относительно размера в странице. Давайте добавим сюда немного контента. Ну а теперь давайте попробуем сделать так, чтобы по бокам от моего элемента осталось, например, по 20 пикселей. Если я установил ширину 100%, то элемент растягивается на всю ширину. Раньше для остальных блоков, например для зеленого, я мог бы задать марджины по бокам. Итак, я пишу, что вертикальные марджины у меня будут 0, а горизонтальные 20 пикселей. Теперь я точно знаю, что слева и справа от моего элемента расположено по 20 пикселей. Давайте попробуем то же самое сделать и для моего красного блока. Я пишу здесь margin 0,20 пикселей и вижу проблему. Ведь слева у меня теперь есть 20 пикселей, а справа нет. Ведь мой элемент имеет слишком большую ширину. Его ширина равна ширине окна и поэтому 20 пикселей слева плюс вся ширина, то есть мой элемент вообще сейчас вылазит за край. Но браузер мне сейчас этого не показывает. Получается, что я теперь не могу задавать фиксированную ширину. Давайте ее уберем. И я вижу, что элемент ужался до контента. То есть получается, что марджины хоть и работают для моего элемента, но не позволяют мне растягивать элемент. Вместо того, чтобы задавать ему ширину и марджины, я могу поступить иначе. Я могу сказать, что для элемента я задам left в 20 пикселей и right в 20 пикселей. И в этом случае мой элемент как раз сделает то, что я хотел. У меня будет 20 пикселей и до левого края, и до правого, а до верхнего 0. И вы видите, что при этом мой элемент растягивается. То есть для элемента, который спозиционирован, фиксированно или абсолютно, это будет работать следующим образом. Он позиционируется относительно краев родителя. И если вы задаете ему одновременно и left и right, то он растягивается так, чтобы удовлетворить обоим требованиям. До левого края родителя будет 20 пикселей и до правого края родителя будет 20 пикселей. То есть мой элемент будет где-то вот здесь в промежутке. Естественно, если я хочу, чтобы мой элемент занимал всю ширину, я могу написать здесь left 0 и right 0. И тогда мне не нужно даже прописывать ширину 100%. Потому что в данном случае мой элемент прилип и к левому краю, и к правому. Это как раз то, что я хотел. Если я при этом установлю ему position fixed, то это будет выглядеть как фиксированная шапка. Давайте удалим лишние свойства. Если у моей страницы появится прокрутка, устанавливаю здесь для баре высоту в 1000 пикселей, прокручиваю и вижу, что мой красный блок четко прилипает к верхнему краю. Если в этот фиксированный блок я добавлю навигацию, то как бы далеко я не прокрутил на странице, я всегда смогу быстро перейти к другим частям сайта. Таким образом, теперь вы знаете, что по умолчанию абсолютные и фиксированные элементы ужимаются до контента. И если вы хотите их растянуть, это можно сделать либо при помощи установки фиксированной ширины, либо задав им одновременно left и right. Тогда абсолютный элемент растянется до размеров родителя, а фиксированный до размеров окна. Продолжение следует...